так дорогие друзья всем привет всем доброе утро шалом хелло бонжур кто где пожалуйста так на полностью дату жарко или даты всем привет влад косов доброе утро благословение всем от всевышнего зараба саняна смотрит все и в день и шарапов шарапов тони кауфман шалом из адлера вообще да сразу знаете у каждого человека внутри есть как бы набор набор база данных да все события которые происходили с нами в жизни они записываются на подсознание причем наиболее остро записываются опасные события которые которые когда-то делали опасность для жизни и вот когда написал тони кауфман написал шалом из адлера у меня сразу же прям мгновенно в мозге всплыла раскадровка мне было тогда 18 лет сейчас мне 40 сколько мне жилет 73 45 лет уже 45 лет не да и алекс поделка шалом а когда мне было 18 лет это значит это было 27 лет назад 27 лет назад четверть века в адлер мы были в мы были на сборах база сборной сэр была в городе лиселидзе там где-то вот сочи адлер вот в тех краях и в автобусе мы ехали с другом в автобусе на нас напали банда местных хулиганов и у меня сразу шалом из адлера и сразу вот эти вот хулиганы которые на нас в автобусе напали мы ехали с маленьким таким бегуном на длинные средние дистанции и я был спринтер нас было двое было человек пять и они начало спортсмены типа сборной ссср типа одну давай выйдем значит и а мы в автобусе ну а их таких хулиганов куча да и тут и мы автобус подъезжает подъезжает уже к остановке я смотрю на остановке стоят тоже наши ребята со сборной сэр которые толкатели ядра метатели копья такие прям ну реально из машины такие звери и вот вот этот вот момент испуга когда я я реально испугался и этот который со мной был мы испугались и тут я вижу что вот этих вот нашу толпу слонов этих которые стоят на остановке я их беру так двоих которые рядом со мной за штирте и говорю ну пошли выйдем этот который со мной он говорит я не пойду я не пойду куда я а я их выталкиваю уже из автобуса пошли выйдем я понимаю что если мы поедем дальше помощи не будет я их вытолкал на улицу наши все ребята подошли они извинялись долго говорили что все мы просто хотели пообщаться автографы взять ну то есть очень все хорошо закончилось но что интересно что интересно что насколько мышление человека ассоциативно что одно слово шалом из адлера сразу подняло у меня вот то мощное эмоциональное переживание которое было двадцать восемь лет назад в городе адлер одно слово поднимает сразу вот этот вот пласт пласт из подсознания получается что человек все время живет все время живет в своих в своих раскадровках из прошлого то есть любая вещь из настоящего ну если все спокойно все спокойно но любая вещь из настоящего которая потенциально ведет его или к удовольствию или к страданию она включает его старая но его как бы внутреннюю сущность и бурю поэтому интересно на это об этом на этом построена как бы на этом построена все вся реклама то есть реклама она хочет человека зацепить за его боли то чего он боится и она ему говорит а и он такой пугается и она ему дает куда бежать чтобы избежать этой боли на этом построена построена вся реклама или наоборот она его цепляет за его удовольствие то что он когда-то хотел до сильно хотел и показывает ему путь как его получить то есть вся реклама построена на понимание тех историй которые живут внутри большинства людей истории о том как я хочу избежать страданий как я хочу получить удовольствие и профессиональные рекламисты они пользуются пониманием понимание вот этого да игорь матюшечкин с борзовым что энергии как таковой у тебя куча хорошо все двигаемся дальше двигаемся дальше начнем изучаем продолжаем изучать перте вот поучение отцов это у нас 2 2 глава и мишна сегодня это пятый ученик рабби раба нюхана на бен зака 5 ученик звали его раби элязар бен арах раби элязар бен арах про его охарактеризовал охарактеризовал его его учитель раба нюхана бен закай характеристикой маян амид габер маян амид габер это источник бурлящий то есть он был креативный он был есть у мозга человека есть качество которое есть три как бы главных качествах ахма бен ада хахма это набор аксиом божественная мудрость то есть человек может каждый живет в мире каких-то представлений о том человек живет в мире в своих аксиом представлений как мир работает и у человека которая человека который верит бога для него аксиомы это то что бог сказал аксиомами добро зло и так далее то есть бог установил аксиомы это тора это хахма божественная мудрость бина это качество ума которое называется логика которая называется от слова ливно строить то есть каждый из нас дальше берет какие-то аксиомы или какие-то что такое аксиомы это тоже сложно назвать аксиомами но у каждого человека есть исходные предпосылки как устроены как работает мир у любого то есть возьми любого человека самого каждый живет в своем мировоззрении у каждого есть набор своих вот этих вот аксиом мир работает так это важно это капец как важно да это добро это зло к этому я стремлюсь от этого я убегаю это как набора все теперь дальше каждый чек дальше он строит боне он строит свою систему выводов и следствий из того что он видит и это как бы каждый строит свою реальность это бина третье это дат дат это то что все соединяет то есть берутся некие некие в кавычках аксиомы потому что аксиомы взяты из прошлого и аксиомы большинства людей это вообще не аксиомы то есть это просто даже то что называется как бы все вам не то что верит очень много людей это может быть полный обман до коммунизма там нацизма какой-нибудь социализма и так далее теперь бина это черт настроил себе вывода вследствие планов и так далее и дат это то что все это соединяет в единую картину то есть когда человек живет у него вроде как картина мира она такая цельная то есть он живет в ней он мне как бы все время двигается он что-то делает и так далее это все называется да от дат это постижение то есть он постигает ту картину мира которую построил своей биной своей логикой своей сообразительностью из материала которая называется хохма хохма это божественная мудрость это если это божественный материал а если это материал с рынка то это рыночный материал да большинство людей кстати Откуда берут свои представления о том, как устроен мир? Они его берут с рынка. То есть рынок это маркет, шук, то, что принято для большинства. Теперь дальше. Вот Роман Йоханнен Бен Закай называл Раби Лазара Бен Араха, о котором мы сейчас говорим, он его называл Маяна Менгабер. То есть у него самым сильным качеством, источник бурлящий, была бина, креативность. Он умел строить невероятно мощные следствия, выводы, постигать, сопоставлять и так далее. То есть он был в этом качестве очень сильный. И когда Роман Йоханнен Бен Закай задавал своим пяти ученикам вопрос, а какое качество главное для человека, к которому он должен прилепиться и через него он соединится с Богом? Раби Лазар Бен Арах, он говорил, что это качество лэфтов, доброе сердце. И его ответ больше всего понравился Роман Йоханнен Бен Закай, потому что если у человека есть доброе сердце, а что такое доброе сердце? Это все мышление, направленное к добру. То есть если у тебя есть настолько сильная в сердце тяга, направление к Богу, то на эту тягу накручивается все остальное. Добрый глаз, хороший друг, хороший сосед, ты видишь, что произойдет там и так далее. Но все это накручивается на стержень, доброе сердце, то есть мышление, направленное к добру. Теперь, и вот он нам дал три совета. Дал он нам три совета, которые были для него, как мы знаем, каждый ученик, это как была основа его мировоззрения. И сказал нам Раби Лазар Бен Арах три вещи. Первая вещь, которую он сказал, Аве шакут лельмот тора. Шакут это шкедим от этого же корня, шкедим это орешки. Орешки, то есть будь как крепкий орешек, изучая тору. Он говорил это больше себе, то есть как бы каждый из мудрецов, он говорил о качестве, которое в себе развил. Но развивает в себе человек то качество, которое он считает, что ему не хватает. И так как Раби Лазар Бен Арах, он был очень креативный, он себе давал совет, себе и другим. Будь очень настойчивый в изучении тора, то есть ты должен все время повторять, повторять, не забудь про аксиомы. Потому что самые прекрасные выводы, если они сделаны из неправильных предпосылок, они приводят человека к неправильным результатам. Знаете, как есть известная история, что спросили у одной женщины, какая вероятность встретить динозавра на улице. И эта женщина, она сказала, что вероятность встретить динозавра на улице 50%. Ей сказали, как вы сделали такой вывод, откуда этот ответ. Она говорит, ну как, это очевидно говорит, или да, или нет. То есть или да, или нет, 50%. Есть два варианта, или да, или нет, значит вероятность на да 50%. Значит, из предпосылок, то есть, например, знаете, это очень используют в продажах, например, это такая манипуляция, когда человеку задают вопрос, когда мы с вами встречаемся, сегодня или завтра. И он из этих предпосылок делает вывод, сегодня или завтра. Понятно, но исходная предпосылка, что когда мы с вами встречаемся, она неверна. Мы можем с вами или встречаться, или не встречаться. Но его вывод, он идет уже как будто бы встреча уже вопрос решенный. Понятно, да? Двигаемся дальше. Значит, он сказал, будь настойчив в изучении Торы, потому что тебе очень важно для принятия правильных решений. Даже если ты супер креативный, тебе нужен материал, из которого ты будешь создавать свои креативные вот эти вот построения. Если тот материал, который Тора, да, у тебя его нет, тогда твои выводы будут неправильные. Интересно, что про него в Талмуде написано, что в какой-то из моментов в своей жизни он потерял память. И он не помнил вообще Тору, то есть он не помнил, потом мудрецы за него молились, и у него память восстановилась. То есть у него это, он как бы говорил ту вещь, которой у него не хватало. И это очень важно, кстати. Интересно, что это один из методов, помните, мы после каждого урока делаем выводы. Делаем выводы для того, чтобы этими выводами делиться с другими. Когда ты другим говоришь, что они должны делать, то твой мозг запоминает, что это должен делать прежде всего ты. Когда ты другим говоришь, надо ходить на уроки Торы, надо учить Тору, надо быть настойчивым, надо быть терпеливым. То вот это надо быть, надо быть, оно у тебя в голове, оно у тебя в голове все время крутится, и ты как бы понимаешь сам первый, в первую очередь, что надо быть таким. И вот эта мысль, она у тебя из подсознания звучит. Значит, он сказал, а вы шаку для льмот Тора. Второе, что он сказал, вэда машет ашивля апикойрос. И знай, что ответить апикойросу. Значит, что такое апикойрос? Апикойрос это человек, который не верит, но есть несколько описаний, кто такой апикойрос. Первое описание, простое, этимология слова апикойрос, это так на иврите, на языке Торы, на святом языке называют тех, которые идут против Торы, против Бога. Апикойрос. Откуда этимология слова? Значит, первое предположение, что этимология слова идет от последователей философа Эпикура. Был в древнегреческой философ Эпикур, эпикурейцы их называют на русском. Апикойрос, эпикурейцы. У них была философия такая, что все непонятно, все неизвестно, поэтому кайфуй. То есть смысл жизни в получении удовольствия. И вот эти эпикурейцы, они поели, кайфанули, порыгали. Опять поели, порыгали. Поели, порыгали. Вот они целыми днями ели, рыгали, лежали в банях, занимались развратом и быстро уграли. Потому что, когда ты занимаешься удовольствиями без ограничений, они тебя убивают в очень короткое время. Значит, и это первое этимология слова. Знаешь, что им ответит. Но мы знаем, что им ответит эпикурейцам. То есть, в принципе, их удовольствие, удовольствие от тела, они очень скоротечны, быстротечны. За них надо платить, и расплаты наступают очень быстро. И мало того, что расплаты наступают очень быстро, у них есть еще один минус. К ним очень быстро привыкаешь. Физические удовольствия, которые ты употребляешь сверх нормы, они тут же тебя присыщают и перестают приносить удовлетворение. То есть, это путь в никуда. Человеку вкусно варенье, он покушал варенье, но если он будет съесть две банки варенья, он не сможет больше есть варенье какое-то время. Если он ест вкусную еду, занимается сексом и так далее, то оно прям быстро, ты к этому привыкаешь, уровень возбуждения, которое оно дает удовольствие, и дальше уже некуда двигаться. Значит, второе значение слова эпикурис, это тот, кто делает эфкер. Эфкер это ничье, да? Эфкер на Эврите, вот я говорю, там, например, вот эта вот чашка, она эфкер, она ничья. То есть, она была моя, сейчас она ничья. В этот момент она становится ничья, она как бы бесхозяйственная, бесхозная, бесхозная чашка. Кто хочет стать хозяином, и любой может ее из эфкера забрать себе. Так, эпикурис, он делает эфкером себя, он говорит, все не важно. Тору, все фигня, учителей, все фигня, все фигня, все фигня, есть такие люди, которые все обесценивают. На русский язык это можно перевести как стептик. Стептик, ну такой стептик, стептик, пофигист, нитилист и гностик. Заодно вот такое некрасивое слово можно назвать, гностик. Ты кто? Я гностик. А кто такой гностик? Гностик это верит в то, что видит. Хорошо, так сказал нам Раби Элизар Бенарах. Он говорит, ты должен знать, что ему ответить. Почему он так сказал? Человек креативный. Человек креативный. Он может докреативиться до чего угодно. То есть креативность, вот это вот бина. Ты можешь такие выводы настроить, что просто это значит, это значит, это значит, это значит. А кто сказал, а кто сказал, откуда ты знаешь, откуда ты знаешь. То есть свойство ума, креативность, оно расшатывает картину мира в 3 секунды. Вообще в 3 секунды. То есть если ты креативный. Знаете, есть люди такие вот квадратные, да, вот как там, например, Германия. Вот у них все, автобус ходит минута в минуту, все по правилам, все по правилам, все по правилам, все по правилам. Есть люди, которые не креативны. Их вообще креативность пугает. Просто их креативность пугает. Таким людям просто, им дали правило, и ты живешь в этой схеме, не задумываясь о ней, не ломая ее, а ты просто живешь по конкретным правилам. Теперь, если ты креативный, то у тебя миллион вопросов. А почему? А кто сказал? А почему это правило? А тут оно работает, а тут оно не работает. А есть другое правило, а если это правило с этим? В общем, у креативного человека, у него картина мира постоянно Майяна Медгабер, источник бурлящий. И сказал нам Раби Лазар Бенарах, который был креативный человек, источник бурлящий, он нам говорит, знай, что ответить апикоросу. То есть, у тебя должна быть четкая система мировоззрения, которая не двигается. И когда у тебя есть ответ на любой вот этот вот сложный вопрос по мировоззрению, по вере и так далее, то тогда у тебя картина мира, она как бы глобальная, она не меняется. Поэтому, кстати, я вот когда думал, когда я думал о том, что вот в этот момент было бы классно сделать, давайте вот, если у кого-то есть вопросы, сделает сейчас Влад Косов, такой, такой сделает прямо этот самый, как называется, ну пост такой сделает, да, на Ваикре, вопросы по мировоззрению, вопросы апикоросов, или вопросы апикоросов, ну просто вопросы по мировоззрению. И если у кого-то есть какие-то сомнения, какие-то вопросы, запишите туда в комментариях все свои вопросы по мировоззрению, которые есть вопросы о Торе, на Тору и так далее. А мы обратимся на какие-то вопросы, я отвечу, на какие-то Яков Шатани, на какие-то Эйтан Бердер ответит. Мы подготовим ответы на эти вопросы, чтобы было у нас по совету Раби Лазара Бенараха, чтобы нас было знали, чтобы мы все знали, что ответить апикойрусу этому, стептику, который сидит внутри человека или попадается вам снаружи. То есть нам нужны ответы на мировоззренческие вопросы апикойрусов, которые возникают у апикойрусов против Тора. И мы напишем ответы на все вопросы и выполним совет Раби Лазара Бенараха. Да, машет ошибли апикойрусов, знаешь, что ответить апикойрусу. Отличная идея, все. Есть ответы на все вопросы, есть. Я вам говорю, я религиозный человек, уже 20 лет, ортодоксальный, ультра-мега-дипер-ортодоксия. Хасид всех направлений и, да, хасид всех-всех и Рэба я одновременно, да. И при этом я креативный вообще до, ну, тоже Майяна Мингабер. Значит, если я как-то держусь 20 лет, то есть ответы на все вопросы. Поверьте, прям конкретно они есть. Теперь дальше. И третье, что он сказал. То есть это очень, очень такая интересная штука. А можешь открыть эту мечту, пожалуйста? Там вот важно каждое слово, нюансы, чтобы я, не дай Бог, не ошибся. Значит, и он сказал. И знаешь, что цадики, цадики это праведники, получают награду в грядущем мире. Значит, это уже был, кстати, его немного вопрос о том, что ответить Апикоросу. Что ответить вот этому вот стептику. Он говорит так. Знай, перед тем ты трудишься. То есть есть Бог, создатель мира. И если уже перед тем-то, если ты уже перед тем-то работаешь, если ты хочешь поставить над собой хозяина, а мы все живем в мире, где все мы получаем от кого-то. То есть каждый человек, он от кого-то зависит. Как ни крути, миллиардеры, они зависят от власти. Потому что власть может миллиардеров хлопнуть, посадить и так далее. Власть зависит от народа и от журналистов. Значит, и так все от кого-то зависят. Это я беру тех, которые как бы ни от кого не зависят. Вот давайте я точно скажу. Я правильно сказал. Знай, перед тем ты трудишься. И доверенный хозяин твоей работы, что заплатит тебе награду за твои действия. А вот концовку это я взял из другой Мишны. То есть здесь он останавливается на том, что Бааль Млахтеха заплатит тебе награду за твои действия. Давайте разберемся. Значит, написано в Торе, что Адам Леамаль Юлат. Написано в Торе в начале, что человек рожден для труда. То есть в этом мире созданы такие условия, что мы всю свою жизнь, большую часть жизни, мы трудимся, напрягаемся для того, чтобы получить себе пропитание. Это было проклятие первому человеку, что в поте лица будешь кушать свой хлеб. То есть весь мир пашет изо дня в день. Есть узкая прослойка, которые уже имеют деньги. Но если мы посмотрим на них, то большинство из них тоже пашет. Вот это удивительная вещь, что миллиардеры не останавливаются, работают больше, чем все остальные. Иногда там по 20 часов в день пашут, пашут и пашут. Теперь значит дальше. Значит он говорит. Он задает вопрос, Рабель Азар Бенарах. А перед кем ты работаешь? Для кого ты работаешь? Зачем весь твой Амаль твой труд? Для кого? Или ты работаешь для хозяина твоей компании? Или ты работаешь для того, чтобы заплатить ипотеку за твою квартиру? Или ты работаешь для того, чтобы что-то себе купить? То есть для кого ты работаешь? Для чего? Куда уйдет твоя жизнь? Куда уйдут результаты твоего труда? И он говорит, ты должен знать, если ты живешь в мировоззрении Торы, ты должен знать, перед тем ты работаешь. Это Бог хозяин мира. Хозяин мира, создатель мира. И он твой хозяин. И все, что он тебе дает через других людей, через государство, через власть и так далее, все равно это он тебе дает. И дальше он говорит интересную вещь. И можешь ты доверять хозяину твоей работы. Если твоя работа в этом мире, это работа Торы. То есть ты работаешь, как в предыдущей вишне нам Рабьесе сказал, что пусть будут все твои действия во имя небес. Если ты работаешь, и хозяин твоей работы это Бог. Что бы ты ни делал, твоя работа привязана к Богу. Ты знаешь, что Бог в конце концов даст тебе результат. Ты знаешь, что итогом твоей работы будет выполнение лучшей заповеди. Итогом твоей работы будет прославление Бога и так далее. То ты можешь знать, что ты можешь доверять Богу. Он весь мир содержит. Что он и шалем лиха, сахар пау латеха. Вот тут есть интересная вещь. Обычно работнику платят или за время, или за результат. Значит, если платят за результат, то если результат не получен, тогда что? Нет оплаты. И тот работник, который не дает результат в конце, готовый продукт, который можно продать, он в итоге его увольняют, его, ну то есть он как бы не получает в этом мире ничего. Теперь, но сказал нам Раби Лазар Бенарах, что Бог Бааль Млахтеха. Бог это хозяин твоей работы. Он заплатит тебе сахар пау латеха. Он заплатит тебе награду за действия, за пау лот. За каждое твое действие, которое ты делаешь с намерением служить Богу, он тебе заплатит, заплатит тебе. То есть у тебя будет всегда депозит на небе, которое потом обналичивается в здоровье, в деньги, в хорошую семью, в здоровых детей, там и так далее, и так далее. То есть, поэтому, давайте подведем итог. Три вещи он нам сказал. Первое, учи Тору. Без знания аксиом, любое размышление человека, это сотрясание воздуха. Потому что если он пользуется неправильными аксиомами, неработающими, то, естественно, и выводы будут его платить такие же. Второе, что он сказал, что знай, что ответит Апикорусу, быстро и систему мировоззрения, которая уберет у тебя все сомнения в божественном происхождении человека, мира, в существовании души, в существовании грядущего мира и так далее. И третье, что он сказал, что помни всегда перед тем, кто ты работаешь, и кто хозяин твоей работы. То есть, у тебя должно быть, он усилил то, что сказал нам Раби Йозе, в предыдущей Мишне, чтобы все твои действия были во имя небес. Значит, помни всегда, что все, что ты делаешь, Бог с тобой, и Бог, он на самом деле хозяин и всех результатов, и всей работы. Все, друзья, сделайте, пожалуйста, свои выводы, поделитесь своими выводами. То, что вы для себя решили, что это важно, если вы это начинаете говорить, то вы как раз как ученики Рабанехана на Бензакая, вы говорите вот эти вот вещи, которые вы сами хотите запомнить, их распространяя, вы их усиливаете у себя, и они начинают работать в вашей жизни и давать вам плоды. Все, удачи, успехов, всего хорошего. Все, чтобы были божественные благословения на всех хороших людей. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok